что бы мы делали без милых бабушек сидящих около подъезда и неустанно наблюдающих что же там происходит с жителями этого дома да и непременно обсуждающих каждое движение каждого жильца почему это ты вдруг про них вспомнил же именно благодаря им этим прекрасным людям я побыл недолго правда побыл но побыл жорой да это история интересная те далекие времена в общем все конечно же друг друга знали и бабули сидя у подъезда вели онлайн-трансляцию моего появления на свет и в общем-то обсуждали все так вот у одной из них со слухом было но очень не очень и когда я сказал что меня зовут женя она услышала жора и распространила эту информацию с легкостью и с удовольствием и в общем-то обнаружилась такая странная вещь когда мою маму начали подмигивая спрашивать ну как там жорка папе не понравилось в общем да слушай ну возьми себе такое обсуждание мне кажется очень даже пойдет по крайней мере сегодня побудь жорой доброе утро губерния в этой студии вас приветствует обновленный ведущий он же гоша он же гога он же жора он же жени плотников ну и незаменимая все та же неизменная по-прежнему саша байдачни доброе утро у которой между прочим у саши очень скоро буквально вот на носу день рождения стой жень вообще-то заранее не поздравляют я тут начиталась таких страхов по этому поводу сейчас тебе расскажу почему нельзя отмечать день рождения пораньше в удобное время оказывается что на этот самый праздник слетаются духи которые хотят тоже тебя поздравить и если подарка ну не знаю с подарками или нет если они прилетят а праздника никакого нету то некоторые из них могут даже очень серьезно отомстить не шутки нагоняй будет у меня есть специальная иллюстрация день рождения заранее вот такое будет у вас выражение лица дорогие именинники и день рождения нормального человека который вовремя его отметил со всеми духами и в общем со всеми радостями жизни я предлагаю все-таки второй вариант брать на заметку ну окей тогда ни слова о твоем дне рождения вместо этого поговорим про именины тем гораздо шире сегодня например поздравляем василия кузьму марка модеста петра сергея и ульяна да повезло же ребятам именины в пятницу значит можно хорошенечко погулять и отметить это событие например пригласить друзей на каток прокатиться с горки ну вот здесь очень важный момент главное выяснить прогноз погоды чтобы не было неприятных сюрпризов то придешь бывает вроде как на каток а там горка снежная смотрим прогноз погоды 15 января в регионе пасмурно местами по области возможен снег в северных и западных районах в дневные часы температура воздуха составит минус 3 минус 5 градусов восточных и южных 3 градуса ниже ноля в самаре и тольятти днем минус 2 минус 3 градуса в ночные часы столбик термометра опустится до минус пяти легкий ветер неустойчивого направления до двух метров в секунду если я не знаю как что-то делается я смотрю как это делают другие исследуя этой логике можно подсмотреть как называли своих детей наши соотечественники в 2015 году и так немного статистики в ушедшем году номинации самое популярное мужское имя года побеждает дмитрий и сразу дам небольшую характеристику дмитрию умен изобретателен общителен и любит уют и красоту а самым популярным женским именем а как неудивительно является вовсе не мария которая удерживала пальму первенства многие годы просто мария на втором месте ну а золотую медаль в этом году завоевали многочисленные софии в 2015 больше всех новорожденных девочек в россии называли софиями нам пообещали что они вырастут успешными и утонченными личностями но вообще в таких вопросах лучше конечно ориентироваться все-таки на собственные ощущения вот вот многие жители нашей губернии последовали этому твоему совету и назвали своих детей оригинальными именами например самарская область пополнилась карелиями ефимиями ярополками даже одним электроном до выбрать ими задачи не из легких и при том при этом это огромная ответственность ведь человеку всю жизнь придется носить имя самый простой способ это свериться с православной традицией с календарем назвать ребенка по святцам он содержит огромное количество красивых и интересных имен но это слишком просто вот некоторые особенно прошаренные мамы и папы прежде чем назвать своего ребенка вникают в тайну этого имени но психологи рекомендуют не злоупотреблять таким способом то что чада может попросту не оправдать ожидание и родителей ждет глубокое разочарование назовешь малыша евгений в надежде что он станет благородным он тебе возьми и подкинь какую-нибудь подлянку да такое бывает печально но если вы хотите пойти еще дальше то обращайтесь к астрологам и нумерологам эти умельцы могут просчитать судьбу будущего гражданина на много лет вперед и по их сведениям ими может сыграть в этой самой судьбе решающую роль евгений евгений я считаю что вообще-то каждый сам хозяин своей судьбы и может даже имя евгения означает спортивный здоровый без всякой физкультуры но зарядка при этом никогда не помешает доброе утро дорогие друзья давайте начнем нашу утреннюю зарядку для сегодняшней зарядки нам потребуется только коврик первое упражнение это выпрыгивание из положения приседа ноги ставим чуть шире плеч садимся колено у нас не выходят за носок и направлены по направлению с носками начинаем выпрыгивание вместе с этим сводим ноги вместе еще два все закончили упражнение для второго упражнения нам потребуется коврик будут работать мышцы кора и ног ложимся на коврик упор на руки одновременно подтягиваем корпус и ноги к центру пять шесть семь восемь девять десять закончим третье упражнение на разгибатель позвоночника переворачиваемся на живот ноги руки вытянуты и на выдох поднимаем вверх два три четыре пять шесть семь восемь девять десять на это наша утренняя зарядка закончилась до скорых встреч раз мы говорим про именины то неплохо было бы заглянуть в календарь и еще раз напомнить кого же сегодня мы поздравляем есть кого поздравить именно 15 января отмечает свой день рождения википедия это свободная энциклопедия без которой мы уже не представляем себе поиск информации вряд ли вообще найдется человек который не в курсе что это но все же поясним википедия считается самой полной энциклопедии вообще в истории человечества и каждый пользователь может найти там что-то свое и не только прочитать и даже отредактировать какую-то статью до любую в общем-то там царит демократия и самый важный критерий это достоверность информации также сегодня день серафима саровского по преданию к этому святому съезжались люди со всего света со всей руси и чтобы услышать его мудрые советы поздравляем всех серафимов с именинами вот прекрасно именно заметку кстати говоря кто в поиске а еще поздравляю всех нельзя не вспомнить что на этой неделе мы отмечали день самарской губернии поздравляю тебя что в декабря 1850 года был издан указ сената об открытии с 1 января 1851 самарской губернии в состав новой губернии вошли несколько уездов из соседних губерний оренбургской саратовской симбирской в общем победил дружбу как всегда между прочим круглая дата 165 лет желаем наши губернии процветания и успеха ну что мы продолжим узнавать историю нашего края из календаря губернии на календаре 15 января 15 января 1870 года на сцене самарского городского театра блистала 19-летняя актриса пелагея антипьевна стрепетова она потрясла всех в роли лизаветы в драме алексея феофилактовича писемского горькая судьбина тот театральный сезон стал поворотным ее жизни после гастролей в самаре имя драматической актрисы пелагеи стрепетовой получила всероссийскую известность и признание сегодня поздравление с днем рождения принимает евгений владимирович шахматов доктор технических наук профессор ректор самарского государственного аэрокосмического университета 15 день января подарил миру многих знаменитостей в их числе французский драматург комедиограф и актер жан мольер русский драматург поэт и дипломат александр грибаедов первая в мире женщина-профессор математик и публицист софья ковалевская русский поэт прозаик литературный критик осип мандельштам советский актер театра и кино театральный режиссер народный артист ссср евгений вестник другой известный актер также удостоенный звания народный артист ссср евгений лебедев советский и российский композитор народный артист россии максим дунаевский а также режиссер актер сценарист и продюсер егор кончаловский а василий и сергей именинники сегодняшнего дня сегодня по народному календарю отмечается сильвестров день или куриный праздник народе сильвестр был известен как покровитель домашней птицы и особенно кур поэтому 15 января крестьяне наводили порядок в курятниках а маленьким детям давали особое угощение в виде петушков выпечку приготовленную по специальному рецепту между тем продолжались святочные гадания а чтобы предсказать погоду вечером наблюдали за месяцем если оба рога остры и ярки к ветру если оба рога круты к морозу сороки летавшие вблизь жилья указывали на скорую вьюгу морозы в этот день были нередки в этот день не только на земле студена морозно но и под землею выгоняет мороз лихих сестер с хворями из-под земли говорили люди таким был в истории 15 день второго календарного месяца зимы отличного вам настроения присылайте свои фото и видео в нашу группу вконтакте как вот которая так и называется утро губернии мы ждем с пенем самое лучшее покажем в нашем эфире прямо сейчас покажем честно признаться вот я не самый большой поклонник зимы но в этом году она особенно снежная и живописная смотрим сегодня несколько карточек от лучших лучших карточек от участников сообщества красивая самара потрясающие виды столицы губернии мне кажется ну прям очень хорошо этой зимой захотелось в эти новогодние праздники выходные погулять по улочкам нашего города марина баркова отмечает свои именины не скоро 28 февраля конечно закатит такой большой банкет пока у марины рабочие будни марина решила в самой середине зимы 15 января снять сюжет о зиме марина кстати в переводе с латинского означает морская я бы еще добавил логичное а на третий раз не пропустим вас спектакль под открытым снегом разыграли самарские реконструкторы в последний день зимних каникул фестиваль славянская зима традиционно отмечается в загородном парке вот таких вот личинах нашим предкам позволялось очень многое разрешалось пугать людей хулиганить и просить у потусторонних сил все что ты захочешь маски из грубой кожи вырезаны по археологическим образцам новгородской руси 12 века следопыты из культурного центра светлица ненавязчиво вводят в моду старинные атрибуты если несколько лет назад русские рубахи и сарафаны были в диковинку то зима 2016 уже собрала сотни молодых людей возрождающих традиции мой костюм это реконструкция десятого века русской горожанки мы удивляем своим видом очень часто а своей аутентичностью потому что делаем все сами красим сами шьем сами все стараемся делать максимально даже какие-то металлические детали иногда заготавливаем сами вот и это придает особый колорит костюм и в нем особо тепло и здорово 6 лет назад самарские реконструкторы вооружились луками раздули дровяные самовары и нарядились в одежды средневековые сначала опасались люди неправильно поймут но горожане дружно встали в хоровод и завелись полоборота самая интересная игра которую я очень люблю это улица где нужно танцевать когда встают две шеренги и начинаются танцы во-первых зимой это удобно потому что можно согреться и во-вторых можно потанцевать я люблю народные танцы занималась даже некоторое время ими мне это нравится на большой заснеженной поляне клуб знакомств с целовальными играми фитобар с травяными чаями воинственные богатырские забавы и миролюбивые мастера всех мастей цель славянской зимы научить самарскую молодежь веселиться от души в дни календарных праздников как завещали наши предки чтобы голова не болела и силы прибавлялись зима это время когда очень много гуляний различных проводилось потому что это и рождество и святки рядом и коляда а в дальнейшем и новый год традиционно всегда в деревнях люди выходили повеселиться погулять с песнями под гармошку ли с какими-то костюмами и мы подумали попробовать собрать все в единую кучку такой для того чтобы эти традиции не умирали того чтобы это пришло в город и стала нашей обыденностью организаторы уверены все кто уличные гуляния не обходит стороной с каждым годом становится здоровее красивее и богаче марина баркова александр дмитриев утро губернии саша какие есть песни про именины напомни пожалуйста ну собственно то который поет группа секрет именина и именина у кристины ну ты знаешь хоть у тебя и не именины но я тебе все равно кое-что приготовил это тоже песня бардовская и ее тебе с удовольствием подарю а заодно и нашим телезрителям грушинское утро когда на сердце тяжесть и холодно в груди ступеням пирмидажа ты сумерками приди ты без питья и хлеба забытые в веках атланты держат небо на каменных руках атланты держат небо на каменных руках держать тело в махину и мёд со стороны напишены спины колени сведены их тяжкая работа важней иных работ из них ослабнет кто-то и небо упадет из них ослабнет кто-то и небо упадет в войне заплачут вдовы во выгорят поля и встанет крем лиловый и кончится земля а небо год от года все давим тяжелей дрожит оно откуда ракетных кораблей дрожит оно откуда ракетных кораблей стоят они ребята точеные тела поставлены когда-то а света не пришла и свет дневной не радует и ночью не до сна и красоту снарядами уродует война и красоту снарядами уродует война стоят они на реки угоршел бы в беду не боги человеки привыкшие к труду и жить еще в надежде до той поры пока атланты небо держат на каменных руках атланты небо держат на каменных руках а мы продолжаем у нас в гостях прекрасная джена добрынина доброе утро обладательница как вы уже успели услышать необычного имени джена вопрос который напрашивается сам собой почему вас так назвали история весьма длинная постараюсь рассказать покороче имя у меня было изначально кристина у меня в роддоме врачи родители все так называли когда меня принесли маленькую из роддома бабушка говорит я на и все тут ну то есть прям вот в истерику я на пришла мудрая тетушка моя и говорит давайте назовем как-нибудь необычно мама в то время очень любил майкл джексона но собственно дженет пришла записывать в то время нельзя было имена какие попала говорят нужно какое-то конкретное которое есть в книге с печатью и так далее мама придумала что есть книга туркменских имен а муж мусульманин очень строгий и убьет просто если ну назовут по-другому сама придумала сама написала на листочке в итоге все получилось теперь я дженет так и каково быть джент как влияет имя на жизнь на выбор профессии ну вообще весьма интересно знаете я работаю юристом в банке так же работаю администратором в караоке хореографом и даже иногда свадьбу веду поэтому сами понимаете получается весьма разнообразно ну я думаю поешь тоже указан нужно про караоке как люди реагируют когда с вами знакомиться первая реакция как что было много ситуации интересных вот сейчас крещение святки в том числе с девочками пошли гадать выходим на перекресток подбегает парень девушка вас как зовут я говорю молодой человек спросите у нее нет ну кого первую увидела нужно чтобы у вас я говорю молодой человек вам придется жениться или на мне или ехать в америку меня джен зовут он как я не верю я говорю ну вот бывает как-то как-то так в общем узнавали есть кто-нибудь с таким же именем в россии тезки но снова младше меня есть даже одна девочка есть час лет наверное 13 маму гуляла в парке со мной с маленькой она была в положении женщина и не сказал что тоже хочет назвать именем вот можно сказать меня тогда ну первое преимущество что в честь тебя называют людей других других девочек какие еще есть преимущество имиджем в детстве я очень много сладких шоколадок выиграла угадай мое имя игра называлась если не угадывать человек с двадцати с тридцати с рака попытка ну это неважно в принципе не ограничено шоколадки идут на шоколадки идут вот недавно молодой человек говорит то спорим что тебя не джена зовут ты меня обманываешь я говорю нет нет серьезно он говорит покажи документы давай поспорим на мою машину я говорю без проблем а вот по поводу мы сегодня говорим очень много про именины есть ли не нужен у дженет как такового имени нет но когда меня принесли крестить батюшка был немножко в шоке придумал какое-то свое имя возможно что какие-то именин у меня есть но я к сожалению не знаю возможно валют возможно родительская тайна какая-то как вы относились к своему имени в детстве нравилось ли она вам или хотелось может быть что-то попроще но в садике хотелось быть в садике каждый день до приходила говорила мам теперь сегодня меня называть дженет а вот сегодня называть светой а сегодня машей от дети назвали дети какая-нибудь девочка появлялась новая в группе так далее света к ней внимание а вот света значит хорошо то есть как-то так видимо да потом в дальнейшем я ну как-то может быть и привыкла и я уже просто не представляю как мне могут быть по-другому мне очень нравится принципе мое имя вот реакция да и так далее то есть это очень интересно гордость пробирает все равно конечно так обладатель такого необычного имени очень такой можно сказать философский утром у нас мы любим похоже ли вы на свое имя мне кажется да да и имя американская мне очень нравится американские направления в танце в музыке и в одежде и в принципе как бы мне кажется да скорее да чем нет я тоже думаю да прям один в один своих детей вы назвали бы каким-то сложным именем повторили бы свою историю или все-таки что-то попроще можно быть ну вот маме нравилось второе имя едвига она польская у меня бабушка с дедушкой состава района всех краев и в общем наверное я бы это имя рассматривала тут еще зависит наверно 2 половины он может сказать что что дженет едвига понятно ну андрей еще не появился хотел спросить по поводу дженет джексон какие вот сейчас когда ты выросла когда ты понимаешь в том числе кто повлиял на твое имя ты слушаешь ты какое-то особое ощущение тебя есть к ней особые какие-то чувства да есть немножко особенно же часто произносится шутка ты говоришь меня зовут дженет джексон ну то есть как родственница уже воспринимаю буквально да так заочная прелесть ну значит и майкл джексон родственник в общем всем всем вместе спасибо большое за интересную беседу за классное имя да спасибо вам за вашу лучезарную улыбку а мы продолжаем с новостями доброе утро губерния с вами по-прежнему ведущая саша байдачная плотников и мы сегодня вспоминаем все традиции связанные с именинами и ну конечно же между делом так прикидываем определяем как можно назвать ребенка родившегося 15 января это очень серьезное дело а порой и весьма изнурительное например племена населяющие австралию раньше давали имя ребенку то на который он чихнет вот как это происходило сначала отец перечисляет качество который желает видеть в своем ребенке затем он сопровождает свои слова песни в которой называют имена одно из которых новорожденный собственно и должен выбрать для себя но и ребенок получает то имя на которое он чихнул да интересно потрясающе что делали когда когда приходилось очень долго ждать сутки так и ждать а вот жди да пока я не чихну вообще хочется сказать чихали на эти традиции эти самые дети из австралии ты сказал да да долго вспоминал у индейцев вообще с именинами особые отношения берешь в долг будь любезен оставить имя в залог обращаются к тебе только жестами только каким-то междометиями в общем порядке строгий наверное о профессии коллектора там вообще знать не знали на руси традиционно пользовались как мы уже говорили христианским календарем а вот в дохристианскую эпоху имена могли быть самыми непредсказуемыми но зато до безобразия логичными иногда родители не утруждали себя выбор мы просто давали детям порядковые номера первой осьмак девятку иногда через чур заостряли внимание на обстоятельствах появления этого ребенка на свет называли например мороз зима называли как-то очевидно порой вообще случалось что называли ребенка неждан вот это действительно такие уж обстоятельства очень похожая традиция сохранилась до сих пор в японии правда нам европейцам сложно понять структуру японских имен поэтому советую советую просто при обращении к японцам чтобы выразить свое положительное отношение к собеседнику всем всем говорить сан так вы проявите уважение так вот возьмем на заметку обязательно и татьяна сан петцина тоже приобщалась к японской культуре и внимательно наблюдала за вышивкой шаров по традиционной технике темари история японской вышивки темари насчитывает уже несколько столетий однако изначально шерстяным миниатюрам отказывали вправе называться искусством используя их как детские игрушки и реквизит джонглеров со временем рукодельницы начали соревноваться в красоте и сложности орнамента превращая поделку художественное произведение искусно выполненные темари действует на зрителя гипнотически к лейдоскопическим узором взгляд возвращается вновь и вновь я их использую как украшение на елку и как подарки на рождающимся детям внутрь шарика можно засунуть какую-то погремушку несколько монеток или крупу взять полый шарик и тогда это становится хорошим таким мячиком первым очень приятно тактильно индивидуальным интересным орнаментальным такой вот необычный подарок всем моим знакомым делаю традиционно основу для вышивки мастерили из подручных материалов лоскутки ткани или кусочки пенопласта обматывали нитками до тех пор пока они не приобретали сферическую форму прежде чем приступить к работе на шарик наносили разметку в зависимости от сложности задачи поверхность разделяли на 4 6 8 или 12 частей узелки есть они спрятаны как вы видели то есть мы подтыкаем под основу и чуть чуть вытягиваем то есть все не все нитки все узелки они оказываются внутри самого клубочка снаружи ничего не остается узоров для вышивки ты мари дошло до наших дней великое множество самые популярные это цуру по японски журавль и кику цветущая хризантема рисунки построены на гармоничном сочетании всего четырех геометрических фигур квадрата ромба круга и овала японцы проводят конкурсы по вот этим вот узором да то есть там есть специальные мастера которые делают просто сложнейшие узоры мы сейчас делали просто сама самую простую вышивку но там есть вышивка с элементами плетения просто обмотка все это как бы перри перемешивается между собой то есть достаточно много разных вариантов они все очень интересные поэтому я думаю что это бесконечно специалистами по вышивке ты мари не рождаются этому искусству японцы учатся минимум шесть лет за это время они успевают украсить несколько сотен шариков плоды творчества принято дарить друзьям оберег принесет в дом удачу татьяна петцина виктор соколов программа утр губернии мы продолжаем у нас в студии евгения шпунтова детский психолог доброе утро евгений как же все таки имя влияет на жизнь человека конечно имя занимает важную роль в жизни человека потому что это один из способов идентификации ребенка в том числе так мы себя называем не зря же говорят что если какой-то неизвестный предмет или явление чтобы его лучше понять нужно назвать поэтому она и само название несет смысл или какие-то свойства также и с именем то есть родитель по сути называет наделяет определенными свойствами ожиданиями в том числе через ими а вот как сам ребенок воспринимает свое имя тоже тоже очень важно важно тем более что восприятие имени начинается достаточно рано с трех лет то есть когда ребенок формируется его я его образ я в том числе за счет имени и часто дети буквально счастливы когда их просто называют по имени потому что так они учатся есть я я кто-то и есть все остальные и потом и фамилия имеет значение то что это буря эмоций когда ты понимаешь что ты в этом в этом мире занимаешь какое-то место и относительно других людей и оказывается есть и дети с такими же именами вообще просто привет кстати о похожих об одинаковых именах если брат и сестру мы называем одинаковым именем можно можно ли так поступать я думаю что сейчас многим родителям можно все я думаю что родители как-то наверное пытается что-то этим сказать я таких людей не встречала обычно называют сиблинги все-таки когда от разных браков тогда это вроде как уместно от первого брака есть ребенок и появляется от второго брака ребенок и в принципе называют его тем же именем родных ни разу не встречала таких случаев не было это такой гипотетический а вот очень часто встречаются сан саныча пал палыча то есть родители называют честь себя вот насколько это ребенка наверно кладку то ответственность вообще да вы абсолютно правы потому что к имени прикрепляется такое специализированное назначение и система ожиданий которые родители накладывает автоматически и эти ожидания будут связаны как раз с тем человеком в честь как дать в честь кого он был назван самое интересное что это еще автоматически добавляет кого любить кто будет для тебя значим то есть указывается на связь ребенка с этим человеком но здесь родителям нужно быть осторожными потому что не всегда родственник действительно ребенок ребенку не не всегда будет комфортно комфортно да потому что он по сути оставшуюся жизнь будет эти ожидания оправдывать и не факт что он сможет это сделать вообще нужно да а что же лучше выбирать что-то простое или может быть наоборот незаурядное знаете сейчас я думаю над этим вопросом и получается так что то что было десять лет не заварить 10 лет назад внизу незаурядным сейчас это в порядке вещей и даже наоборот из вот из последних случаев из практики когда на периферию группы подростка отодвинули только потому что у него совершенно обычное имя петр петр петя и сейчас возраст такой подростки видимо не привыкли слышать это имя но не на слуху петр николай василий это что-то из прошлого и поэтому петя петя и дразнят и пук-пук-пук даже вот так потому что имя вот теперь это экзотическое имя евгений мы на минуточку прервемся должны переварить всю эту информацию прервемся на опрос про сонья все имена спокойно хороши некрасивыми именами незвучными которые не нравятся которые сложно произносится и не сочетается с отчеством фамилии группам глупым а как кайм жозов иван василий джулия и все иностранные имена bc 2058 толерантно даже с ко всем именам если честно да все имена хорошие все именно хорошие мы продолжаем беседу с евгений шпунтовый с детским психологом по поводу имен по поводу вообще восприятия а что делать когда имя ребенку не нравится например мне в детстве напротив хотелось чтобы не назвали каким-то сложным именем кристина или виктория назвали саша санька как мальчишку конце концов а сейчас у нас вообще общие проблемы двойные имена но в том числе такие проблемы возникают когда происходит я формируется я развивается у подростка и так нелегкое время потому что очень много противоречивых тенденций и мотивов с одной стороны ты хочешь отделиться и быть непохожим с другой стороны ты достаточно мощный конформист и тебе хочется все-таки кому-то принадлежать поэтому имя может не нравится но за этим за отношением к имени именно стоит что идет идет проблема в самоидентификации самоидентичности то есть этим конечно лучше всего поработать и менять имя не стоит мне кажется обратиться к специалисту можно и дальше уже если причина выявлены и ходишь в коррекционную группу занимаешься встречаешься в том числе и стать с людьми тоже с тем же именем или смотришь как реагирует как сверстники или группа реагирует на твое имя то есть по идее конечно ты учишься себя принимать и ты принимаешь свое имя не переходишь на другое есть примеры того что они не устраивает имя и ты его меняешь тогда ощущение более того что ты более счастлив это не исключено если ты если мы можем что-то изменить внешне то это повлечет в том числе и внутренние какие-то изменения но такие кардинальные меры но все-таки приемлемые а вот я просто понял что вот у меня например мне помогало если я какого-то великого грандиозного человека по имени евгений встречал эту ну ладно ладно вы меня евгения понимаете да потому что у меня великий человек был евгений белоусов и меня я честно говоря с вами белоусовым а вот так даже это вообще про другое немножко я хотел узнать про еще один аспект вот опять же в детстве покопаться как влияет если зовут сашечка сашулечка то есть при очень уменьшительно ласкательными формами злоупотребляют даже пару или каким-то прозвищем или может быть это абсолютно да не может это нормально вы знаете в том числе есть имя и любые прозвища ласковые от имени или киса зая они тоже встраиваются в структуру я единственное родитель тоже должен помнить что имя есть имя и в будущем ребенка большинстве случаев буду называть называть все-таки по имени и в редких случаях кисуля лапуля кисуля лапуля несет за собой эмоцию и эти эмоции как и отражение внутреннего мира мы не для всех их раскрываем поэтому в принципе тоже дозировано не заменять вот понятно спасибо огромное евгению очень интересно доброго утра вам хорошего дня мы продолжаем у нас далее сюжет елены шишкина она побывала на дне на дне рождения стукнул кому-то 17 мы помним как все начиналось 17 лет назад в самаре открылась одна из первых художественных галерей тогда мы сразу решили что мы покорим весь мир с первой выставки но к этому пришлось идти очень долго и долго заслуживать уважения наших гостей заслуживать уважения художников потому что все таки я считаю что фундамент нашей галереи это любовь к художникам любовь к нашим гостям любовь к нашим друзьям на день рождения иллюзия и галерея приглашают друзей каждый из друзей виновника торжества занят важным делом одни рисуют другие коллекционируют то что рисуют первые а довольны все я никогда галерею не могу назвать бизнесом мы постоянно боремся за выживание но это очень красивый способ жить 17 лет назад когда мы создавали галерею у нас были очень наивные амбициозные мечты и за это время было несколько таких выставок которых мы пытались себя проявить но в то же время мы учились и учились и с тех пор за 17 лет прошло 150 экспозиции здесь проходили мировые симпозиумы здесь выставлялись художники мировой величины певица юля денисова признается несколько замечательных предметов искусства перекочевала из галереи в ее домашнюю коллекцию но гораздо чаще она приходит сюда просто увидеться с друзьями мне кажется это место какой-то клуб в клубе сюда приходят люди чтобы пообщаться сюда приходит чтобы конечно изначально понятно что лейтмотив это новая коллекция картины конечно когда представляют художники и конечно мы заряжаемся прежде всего атмосфера и этих картин но это еще и восторженные глаза друг друга поэтому вот так что заряжаемся это наверное где-то и песни мои кто-то приходит послушать но как-то такой клуб в клубе каждый по интересам находитесь но конечно изначально это место красоты место творчества но день рождения наверняка бы не удался забудь галериста то что главное в их жизни картина к празднику художника михаил шульпин приготовил экспозицию из своих новых работ в венеции вообще мне кажется мой любимый год там очень большое количество информации квадратный сантиметр очень вот ну как для художника я говорю там все разное все фактуры одновременно сочетаются и дерево и вода и железо ржавчина и кирпич крашеные что-то новое видит здание интересное люди все яркие пёстрые даже независимости от времени года какие еще уголки земного шара впечатлили художника можно увидеть на выставке заметки путешественников галереи вавилон елена шишкина алексей гридни в утро губернии мы продолжаем далее гороскоп внимание овны вы сегодня будете особенно чувствительны причем ваши эмоции будут окрашены в романтические тона понадобится поддержка близких которые помогут уберечься от легкомысленных поступков тельцы сегодня придется вести себя сдержанно и стараться не привлекать внимание окружающих иначе навлечете на себя поток критики не давайте недоброжелателям повода подрезать вам крылья близнецы сегодняшний день может стать для вас знаменательным и богатым на события которые окажут влияние на дальнейшую жизнь готовьтесь поменять свои взгляды на некоторые вещи иногда это полезно раки вам нужно запастись положительными эмоциями и хорошим настроением приготовьте вкусный завтрак и займитесь своей внешностью важно быть во всеоружии перед важным разговором который может сегодня произойти львы у вас намечается конфликт с кем-то из ближайшего окружения старайтесь уважительно слушать собеседника именно от вас будут ожидать проявления лучших качеств мудрого дипломата дева сегодня ваша общительность и разговорчивость привлекут окружающие окружающих людей в компании вы проявите себя как человек осведомленный уверенный в себе с прекрасным чувством юмора это ваш день в общем весы идеальное время для личностного роста покопайтесь в себе а вдруг откроете что-то новое и прекрасное не забывайте о хороших книжках нет ничего лучше умного собеседника в переплете скорпионы любые важные дела следует закончить в первой половине дня в это время вы будете наиболее активны и легкий на подъем после обеда внимание может рассеяться и тогда можно и помечтать лениво стрельцы день пройдет спокойно и как-то незаметно скорее всего вы будете заниматься привычной работой в окружении хорошо знакомых людей а вот вечером вполне возможно вас ожидает фейерверк эмоций смело планируйте романтическое свидание она не разочарует козероги не залеживайтесь в кровати так как первая половина дня лучшее время для установления деловых контактов и принятия важных решений имейте в виду все переговоры и консультации пройдут легко в непринужденной атмосфере так что прочь сомнение водолеи сегодня вы можете усомниться в честности давних друзей возможно они не захотят поддержать вас в трудную минуту или используют ваши проблемы в своих целях с другой стороны такая ситуация раскроет вам глаза и поможет оценить тех кто действительно предан бескорыстно предан вам рыбы до самого вечера можете забыть о неприятностях и скучных бытовых вопросах постарайтесь использовать возможность расслабиться и делайте только то что вам хочется про порадуете себя вкусной едой и сладостями ну что ж на этом наш именинный как торт эфир завершён с вами были женя плотников и саша еще раз поздравляем всех именинников ох если бы я был модестом я б сегодня вечеринчика жора жора не переживайте будет и на вашей улице именины благодарим фитнес-клуб киноп-велнос за помощь в проведении съемок а